Продолжение следует... Давайте пообщаемся с жителями Вуктыла и спросим их мнение на этот счет. Погнали! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ирина Васильевна Рынтенко, жительница города Вуктыл. Очень приятно. Ирина Васильевна, как вы давно уже тут живете? Ой, это было так давно, что даже не посчитать. Ну, где-то лет шести, наверное. А вот вы помните старый Брэдвей? Конечно. У вас с ним теплые воспоминания? Теплые. Мое детство прошло здесь. Ну, вы тут, наверное, гуляли с друзьями, там, с подружками тут бегали. Конечно, конечно. Так же, как и вы. Какие у вас воспоминания есть? Именно связанные с Брэдвеем? Ну, когда-то здесь чистили снег, выпадало много осадков, и вот тут были огромные-огромные горы, и мы с них катались. Было здорово. Хорошо. Вот у вас же есть сын. Вот вы тут с ним гуляли с коляской, тут с мужем ходили, да? Конечно, да. Это все родители. Ага. Вот тут стояли ларьки, какие-то магазины. Мы его, да. Корпоратива называлась. А вот у вас был тут какой-то любимый продукт, который вы именно вот на Брэдвее? Конечно, появились сникерсы, друзья. А вот вы не помните, сколько он стоил? Очень трудно вспомнить, но появились баунти, сникерсы, жвачки, мороженое. Все, спасибо большое. Было приятно с вами пообщаться. До свидания. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. В Гущино Елена Леонидовна. Очень приятно, меня зовут Данил. Сегодня я хочу вам задать пару вопросов, касающихся Буктыла и Брэдвея. Скажите, как давно вы приехали в Буктыл? Насколько молодым вы помните этот Брэдвей? Я приехала в 4 годика. Как помню, есть фотография на этом Брэдвее. На этом Брэдвее. А скажите, может быть, когда вам было так же, как и нам сейчас, может быть, вы любили гулять со своими друзьями, подружками, по этому Брэдвею, играть в какие-нибудь классики? Мы всегда гуляли по этому Брэдвее, потому что взлетки не было в то время, как сейчас ваше время. Поэтому у нас всегда ценился Брэдвей. И поэтому мы очень рады, что он теперь возобновился и очень красивый. То есть, как я понимаю, у вас воспоминания самые наилучшие, самые теплые воспоминания, связанные с Брэдвеем, да? Да, да. Скажите, вот тут же раньше не было всех этих магазинов, были ларечки. С этой стороны были ларечки, да. А здесь были магазины. Да? А вот скажите, может быть, вы помните какую-нибудь вкусняшку вашу любимую, когда вы были еще... На ларечках пикник всегда покупали, шоколадку, мороженое. А сколько стоит, не помните? Нет, не помню. Не помните? Копейки. Копейки. Ну, вы любили, да, всегда покупали с подружками? Да, да, ваше. Да. Скажите, вот потом, когда у вас уже появились ваши дети, вы же с коляской, да, здесь гуляли? Да, когда появилась у меня дочь, я с коляской здесь гуляла. Гуляли. Очень спасибо большое вам за ответы. Всего вам наилучшего. А сегодня она уже бабушка. Бабушка? Да. Бабушка стала. А два дня назад я стала бабушкой. Бабушка. Мы вас все очень... Мы вас все поздравляем. Спасибо. С вашим праздником. С вашим праздником. Всего вам наилучшего. А, с внучкой-то будете гулять здесь? Нет, внучка у меня живет в Крыму. В Крыму приедет же когда-нибудь. Да. Ну, когда приедет, обязательно погуляйте. Нет, посмотреть, сказали. Ну, отлично. Так что, спасибо. Спасибо вам большое за ответы. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Представься, пожалуйста. Ну, здравствуйте. Я Михаил. Михаил, очень приятно. Меня зовут Данил. Слушай, Миш, буквально на днях построили Бродвей, сделали супер-мега-классную дорогу. Скажи, тебе тут стало лучше кататься на велосипеде? Быстрее? Да, быстро. Быстро. Миш, а ты здесь со своими друзьями из садика, из школы гуляешь по этому Бродвею? Да, гуляю. А, может быть, расскажешь какую-нибудь смешную историю, там, не знаю, связанную с этим Бродвеем? Ну, мы здесь ехали на великах и дрифтили. Дрифтили? А ты умеешь дрифтить? Ну, я не знаю. Ну, давай, по новому асфальту получится. Давай, покажи нам. Ничего себе, а меня научишь? Я не знаю. Все, буду ждать. Ну что, Миш, давай, спасибо тебе большое, едь дальше кататься и покорять просторы Бродвей. Пока. Хорошо, очень приятно. Вот, насколько вы помните этот Бродвей? Сколько вы тут уже живете? Сейчас вам скажу. Мы приехали. Муж-то у меня тут давно жил, а мы, объясню, в 79-81 году. Ага. Вот вы, наверное, по вечерам любили гулять со своим мужем. И вот какие у вас воспоминания есть о Бродвее? Ну, мы тогда жили не здесь, мы жили вот там как-то, здесь как-то. Ну, в принципе, мы здесь были. Было интересно. Были всякие там, были там и молодежь пела и песни, там и все такие. Такая вот, ну, нормально было. Не пили, ничего. Хорошо было. Нормально было. Воспоминания хорошие о Буктыле? Ну, вот просто тут тоже можно иногда встретить, там некоторые дети там играют тоже на гитаре, как-то бегают, тут что-то делают. Ну, да. Я не это... Пускай играют. Пускай играют. Ага. Вот тут вот, наверное, были какие-то ларьки, магазины. Ой, было много... Этих вот таких магазинов не было, а были вот такие вот, ну, вот, ларечки, ларечки, ларечки были тогда. Ну, в то время. Это потом уже стало все за... Ой, извините. Ничего. Ничего. Застраивается все стало. И потом уже стало приобретать уже вид более-менее. Ну, вот вам нравится сейчас то, что сделали в Бродвей? Конечно, конечно. А как вам наши новые лавочки? Вам уже нравится? Нормально. Приятно теперь сидеть. Не одна лавочка на Викбре Двей. Нормально. Нормально. Ну и хорошо. А то одна лавочка была, и там все... Все умещались. А так вот я сошла с почты, ну, устала, пока там все там... Изучала все это самое. Вот села и отдохнула. И все изучила. Ну, хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. И вам спасибо. Привет. Пожалуйста. Стас. Стас, очень приятно. Меня зовут Данил. Слушай, Стас, вот буквально на днях открыли Бродвей. Скажи, как тебе? Нравится? Да. Ты сейчас на велосипеде. Может быть, ты уже проверил качество дороги? Чего, удобно стало кататься? Да. Эмоции положительные? Да. Воспоминания теплые о Бродвеем? Нет. Нет? Скучать будешь по старому Бродвию? Да. Хорошо. Десят айфон хочешь? Да. Ты здесь со своими друзьями гулял? Да. С бабушкой здесь гулял, с мамой? Да. В школу здесь ходил? Нет. Будешь ходить через эту дорогу в школу? Да. Отлично. Спасибо тебе за вопросы. Пока. Пока. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Представляйте. Представь. Малакина Софья Федоровна. Хорошо. Очень приятно. Сколько лет вы тут уже живете? Сколько вы помните этот Бродвей? Это с самого начала. Это ему уже 50 с лишним лет. Я уже тут живу. А какие у вас воспоминания есть о этом Бродвее? Ну, сначала был он грязный. Тут не пройти. Тонули по колено. Но все равно шли. Это же город начинался. Это же интересно было. Магазины еще не было. Да. Магазины еще не было. Только начали строиться. Все было интересно. Все было, ну, как-то весело. И душа была в настроении. Да. Вот все. Вот вы, наверное, помните, что тут стояли какие-то магазины, какие-то ларьки. Конечно, конечно. Вот какой был ваш любимый магазин? Вот тут магазин был, стоял. Тут он у нас был, там, когда это, как продукт, промсоварный. А вот там хлебный он, как и был хлебный. А тут вот он, тут, я не знаю, вот тут тоже. Нет, тут еще пока, туда, пока еще там не было. Там тоже как-то. Там было КБО, этого его не было еще. Там вот КБО было, стояло. Большой дом. Все. Потом там и парикмахерские были. Тоже все это было. Все это делали на борьбе. А у вас, наверное, был какой-то любимый продукт, что вы прям любили тут покупать? Если там лакомка вот была, там какие-то эклеры, что-то еще. Да, да, конечно. Вот что у вас любимое было? Ой, ну что у нас было? Что привезут, у нас все было любимое. А вот вы помните, допустим, вот у тех же там тортиков, что тут продавали цену какую-нибудь, помните? Тортики там. Ну или какой-то продукт любой. Ну да. Ну покупали все, покупали. Что можно было, продают, то и покупали, то и кушали. Все вкусное было, все хорошее было, все дешевое было. А сейчас посмотришь и уйдешь, не купишь. Денег нет. Хорошо. Спасибо, доченька. Храни вашу. Пожалуйста. Спасибо. Денег нет. Храни вашу. Вам спасибо большое. Счастья вам, здоровья вам.